Прямо сейчас мы готовы поговорить об этом, о непогоде и в целом состоянии на республиканских трассах с представителем Казахтажол Динарой Камзановой. Динара, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как сейчас обстановка на трассах? Да, вы знаете, в связи... Динара, секунду, мне кажется, у нас прервалась связь. Еще раз поговорите с нами. Доброе утро. В 9 областях на 42 участках автодорога мы закрыли движение для всех видов автотранспорта. В данный момент, как вы уже отметили, в 9 областях на 22 участках автодорог закрыты движения для всех видов автотранспорта. Кроме того, хочется отметить, что вчера по направлению Астана-Тимуртау и Тимуртау-Астана мы организовали колонну автомашин под сопровождением Казахтажолы и МПС. В колонии наблюдал вчера около 400 единиц автомашин. Кроме того, вчера также мы организовали колонну автомашин Щучинска-Астана по направлению. И сегодня также по направлению Щучинска-Астана в 7 утра выехала колонна в сторону Астаны. В данный момент все наши дорожные службы работают в усиленном режиме. На линию вышли около 400 единиц специальной техники. Динара, хватает ли техники и сотрудников? Я к чему этот вопрос? Мы сейчас в стриме в ТикТоке, и большинство как раз-таки в связи с непогодой возмущаются работой Казахтажола. Один только негативный комментарий, что Казахтажол не работает. Вот давайте коротко. За сутки что было проделано, сколько вызвали людей, машин? Какая работа была проведена? Отказательно от специальной техники. На сегодня в Казахтажоле около 1400 единиц специальной техники есть. В том числе мы в прошлом году в октябре, в ноябре, в декабре покупали 379 единиц специальной техники. Это новые техники. Они все работают на линии. Конечно, у нас республиканская линия это 25 тысяч километров, но считаем, что в данный момент специальной техники нам хватает. Касательно вызвонению техники автомашины. Вчера на участке Шарал-Достык, на станции Шарал-Достык, наши дорожники 12 именно большегрузных машин они вытащили. Кроме того, у нас в Актюбинской области, кстати, тоже дорожниками из снежного плена было вызвано 10 единиц машин. В них находились 14 человек. Они все направлены, люди были направлены в пункты обогрева. Им оказана вся необходимая помощь. Пострадавших, замерзших на сегодня нет? Нет. Пострадавших нет. Спасибо, Динара. Конечно же, это ответственность с двух сторон. Поэтому прямо сейчас давайте проговорим о том, что сообщения поступают по поводу закрытия трасс. И на какие номера, если вдруг выехали водители, нужно позвонить, сообщить, узнать информацию. Вот об этом еще раз напомним всем автоплодельцам. У нас работает мобильное приложение Сапар. Там можно в круглосуточном режиме, там быстро можно увидеть. То есть это оперативная информация там размещается в мобильном приложении. Кроме того, у нас работает круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403. А также все закрытые участки можно в режиме карты, а также в текстовом режиме можно увидеть. В официальном сайте Казавтожола. Кроме того, у нас работает телеграм-канал, инстаграм, а также тикток. Мы везде оповещаем в оперативном режиме, какие в участке дорог закрыты или планируются закрываться. Теперь главное, чтобы интернет работал и связь была отличная. Чтобы в нужный момент можно было связаться со спасательными службами и не дать себе замерзнуть. Главное, чтобы в такую погоду лучше не выезжать, а оставаться в городе, в пределах населенного пункта. Без надобности. Спасибо, Динара, что были этим утром с нами. Спокойной вам работы.